Мы обеспечены использовать нашу full range of tools, чтобы поддерживать экономию, и чтобы помогать, чтобы восхищаться от этого тяжелого периода будет как ровно, как можно. Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди. Сегодня мы поговорим о цене биткоина на краткосрочной перспективе. Я покажу вам конкретные ценовые цели. Также речь пойдет и о том, что розничные инвесторы еще даже не подключались к рынку. Огромные телеканалы заговорили о биткоине, крупные техно-ютуберы тоже. Также я дам вам большой сигнал на лайткоин, который вам, как инвестору или трейдеру, точно нельзя пропустить. Ведь в прошлый раз это привело к тому, что лайткоин вырос в три раза больше, чем это сделал биткоин. Конечно же, мы поговорим об ускоренном принятии Ripple XRP в китайских банках, которые ищут альтернативы, чтобы избежать фиатного коллапса в преддверии американских санкций. И закончим тем, что есть один человек прямо сейчас на этой планете, который решает судьбу мира, и он не является президентом. Поэтому усаживайтесь поудобнее, не открывайте пачку печенья, а поставьте лайки, нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. А мы начинаем. Как вы видите, биткоин вырвался из этого треугольника, о котором мы говорили вчера, но прорыв вверх оказался фальшивым. Дело в том, что цена биткоина должна была не только подтвердить это пробитие, но и сделать это на повышенных объемах, чего мы не наблюдали. Но у меня есть хорошие новости для вас. Биткоин формирует новый бычий паттерн прямо сейчас. Но что будет дальше? Вниз или вверх? Вот что говорит Крис с ММКрипта. Я хочу, чтобы вы были готовы к тому, что биткоин может провалиться ниже вот здесь. Но вот что вы должны увидеть. Иногда биткоин действительно удивляет. И даже если это бычий флаг, биткоин пробивает его вниз, а уже затем несется вверх. Так что рассматривайте это как один из возможных сценариев прямо сейчас. Это тоже что-то вроде бычьего флага, в котором цена биткоина сейчас торгуется при понижающемся объеме. Здесь торговать на понижение можно только в том случае, если биткоин пробьется вниз, а затем подтвердит это пробитие. Если же вы хотите торговать на повышение, то только в случае, если цена пробивается вверх, подтверждает это пробитие и также получает значительный объем в этот конкретный момент. Какие же ценовые цели будут в случае пробития вверх и вниз? Крис не сказал на случай падения, но я все еще убежден, что минимальная цена это 10500 долларов. Мы просто обязаны протестировать эту сильную линию сопротивления прежде, чем она станет поддержкой. Кроме того, именно здесь биткоин нащупал поддержку в прошлый раз. Насчет верхней цели. Если биткоин пробьется вверх, что более вероятно, в этом случае цена вырастет на высоту флага. И это приведет цену биткоина к 13300 долларам США. Если мы перейдем на недельный график, то мы увидим, что это как раз уровень, до которого биткоин вырос на пике 2019. Друзья, прежде чем мы перейдем к некоторым видео, которые я хочу вам показать, вы должны остановиться и понять, что-то невероятное только что произошло с биткоином. Это очень хорошо для всего криптовалютного рынка. И это не только то, что биткоин преодолел 10 тысяч долларов. Это то, что он пробил эту глобальную линию сопротивления, которая тянется уже 1190 дней. Два с половиной года сопротивления. Это и подтверждает то, о чем я так долго говорил. То, о чем вы так долго подозревали. Что биткоин точно находится в новом буллране. Да, во время буллранов тоже могут быть откаты, вплоть до 40%, как в прошлый раз в 2017 году. Но пока цена биткоина остается выше этой глобальной линии, мы будем находиться в бычьем рынке. Возможно, вам сложно в это поверить, но следующие 12-48 месяцев станут взрывными для криптовалюты. Не только биткоина, но и альткоинов. Мы уже видели сотни иксов. А при этом, если судить по гугл-трендам, розничные инвесторы еще даже толком не зашли в этот рынок. Когда это случится, вот тогда-то вы увидите, что такое настоящий взрыв биткоина и альткоинов. Кстати, забавно, на данный момент больше всего в биткоине заинтересованы жители Нигерии. Интересный факт. Сквак Бокс – это американское ток-шоу на телеканале CNBC, очень крупном телеканале. Они уже начинают говорить о биткоине утром и днем. Биткоин будет стоить 14 тысяч долларов спустя 3 месяца. Может ли он стоить 20 тысяч под конец этого года? Легко. Вы бы предпочли золото или биткоин? Как вы видите, канал CNBC уже предподносит своим зрителям то, что биткоин можно сравнивать с золотом. И это очень хорошо для построения общего настроения на рынке. Когда люди слышат, что биткоин – это как золото, то их отношение к нему меняется. Также, возможно, кто-то из вас знает такого техноблогера, как Unbox Therapy. У него 17 миллионов подписчиков, и он не имеет ничего общего с биткоином и никогда не имел. Это очень важно, что он максимально отдален от тематики криптовалют. Но, тем не менее, даже он вчера на стриме со своими зрителями говорил о биткоине. Давайте теперь посмотрим эти видеоклипы. Золото, серебро или биткоин? Когда я сравниваю драгоценный металл и биткоин, биткоин фундаментально лучше. Я говорю об отношении запаса к потоку. В этом плане он гораздо лучше золота, ведь у него есть халвинги. Также я смотрю на биткоин-циклы, которые привязаны к халвингам. Учитывая предыдущие циклы, где-то в 2021 году биткоин будет стоить 50 тысяч долларов. Это долгосрочная цель. На короткосроке же мы вырвались из долгосрочного глобального сопротивления. И я даже не сомневаюсь, что дальше будет только круче. От 3 до 6 месяцев и мы увидим 20 тысяч. Биткоин вырастет в 2 или даже в 5 раз, а золото вырастет до 4 тысяч долларов. Вы говорите 20 тысяч долларов через 3-6 месяцев и 50 тысяч в 2021? Мы уже слышали такие оптимистичные прогнозы в прошлом. 50 тысяч, 100 тысяч и так далее. Они никогда не оправдывались. Почему же на этот раз должны? Рано еще говорить, что не оправдывались. Люди могут быть скептичны, но в марте биткоин стоил 3,5 тысячи, а сейчас он в 3 раза дороже. Большинство из таких прогнозов очень долгосрочные. 2, 3, 4 года. Люди, видевшие биткоин за 1-2 тысячи долларов в 2017, даже не думали, что он сможет стоить 20 тысяч. Что мы знаем о биткоине? Это то, что он экстремально волатилен и спекулятивен. И когда он реально вырастет, он вырастет намного больше, чем ожидают люди. Я не думаю, что 20 тысяч это фантастика. Биткоин уже столько стоил. Вы можете сомневаться в 50 тысячах, но остался всего лишь год. Забавно, как в одном эфире столкнулись два разных мнения. Скептическое и уверенное. Биткоин взрывается. Биткоин вернулся. Люди волнуются биткоином. Некоторые банки трактуют его как валюту. Некоторые из них даже делают инвестиции в биткоин проще для инвесторов, которые в этом ничего не понимают. Большие времена для криптовалюты и криптопространства. Люди любят крипту. Люди любят крипту. Более 100 тысяч просмотров на оригинальном видео. А теперь всем холдерам лайткоина или тем, кто хочет его купить. Большое предупреждение. Пара лайткоин к биткоину только что пробила 120-дневную среднюю скользящую. В прошлый раз, когда это случилось, лайткоин вырос в три раза больше, чем это сделал биткоин. Повторяется ли история? И действительно, график выглядит так, будто это очень хорошая точка для входа в пару лайткоин к биткоину. Кстати, заметьте, такой сигнал происходит достаточно редко. Ребята, давно биткоин так не обсуждался на телеканалах. И уж тем более, такими большими ютуберами он тоже не обсуждался. Которые даже не имеют отношения к биткоину. Это очень вдохновляет. Нас ждут очень крутые времена. Особенно несколько следующих лет. И это еще больше увеличивает контраст между июнем и июлем. Когда в июне был страх, сомнения и разочарование. А уже в июле управление контролера денежного обращения США разрешает банкам хранить криптовалюту и предоставлять криптоуслуги. Я нашел интервью самого Брайана Брукса, который и возглавляет офис контролера денежного обращения США. Я думаю, вам нужно его услышать, потому что оно очень глубоко раскрывает саму суть происходящего и того, что нас ожидает в будущем. Но прежде чем я покажу вам это действительно революционное интервью, я хочу напомнить, что у вас осталось 5 дней, чтобы успеть предзаказать мою книгу про кризисное инвестирование со скидкой в 50%. Я трудился над ней очень долго и могу с уверенностью сказать, что она несет в себе не только мой опыт, но и опыт множества иностранных инвестиционных фондов. Это очень большой анализ, который охватывает тысячи лет прошлого и сотни лет будущего. В нем вы найдете конкретные советы и инструкции, что и как делать, чтобы выудить изменяющегося мира максимум. Конечно же и криптовалютный раздел там тоже есть, с конкретными криптовалютами, которые я держу и накапливаю. Есть небольшой ролик, в котором я немного объяснил, что это такое. Ссылка на него будет в описании под видео. Там же вы найдете ссылку на предзаказ, и по ней вы можете найти более подробную информацию о моей книге. Также вы можете написать мне напрямую, если у вас будут вопросы. Контакт тоже указан в описании под видео. А теперь интервью. Если по окончанию своего рабочего срока на посту контролера денежного обращения вы сумеете выполнить свою цель, связанную с платежами, как это будет выглядеть. Я думаю, если бы я был на посту 5 лет, то я бы создал две вещи. Национальную платформу для платежных компаний, чтобы они не связывались с рутиной бюрократии, законами штата и так далее. Это первое, чтобы объединить все в одну систему. И вторая вещь, о которой мы не так много говорим, это децентрализация. Я верю в нее. Я думаю, это могут быть стейблкоины. И другие варианты токенизации доллара на блокчейне. Это самая стабильная модель на долгосрочной трассе. Платежи станут быстрее, лучше, чем центробанковские. И знаете, ноды на блокчейне оказались куда более безопасными, чем централизованная администрация. Эти две вещи приведут нас к большому успеху. Друзья, Брайан Брукс, управляющий денежным обращением в США, сегодня является одним из самых важных людей, не просто в Америке, но и на всей планете, до тех пор, пока финансовая система является важной частью жизни человека. Мы уже видели, что он смог сделать для криптовалютного принятия банками Америки. Мы видели четкую позицию регулятора. И теперь Брайан Брукс говорит, что он верит в децентрализацию, что он занимает позицию за блокчейн, за токенизацию. Фактически, он объявляет войну монополии центральных банков. Он делает это прямо сейчас. И это ускоряет важность проекта цифрового доллара. А теперь я хочу показать вам эту невероятную статью на Reuters.com, которая говорит нам, что это уже началось. Теперь они это делают публично. То, о чем я вам говорил, то, что я прогнозировал. Китайские банки откажутся от платежной системы SWIFT в преддверии санкций со стороны Соединенных Штатов. Я уже говорил вам, что SWIFT и доллар – это оружие США. Что они используют их, чтобы давить экономики неугодных режимов. И что это неизбежно приведет к поиску альтернативы. Цифровой альтернативы. Вот что происходит прямо сейчас. Именно поэтому, как мы уже и говорили, Ripple XRP становится таким важным. Когда я это говорю, у меня бегут мурашки по коже. Какое время, чтобы быть живым? Это момент, когда мы перераспределяем не только богатство, но и власть. Забавно, что санкции США против Китая могут только ускорить эти процессы. И я не гиперболизирую. Цитата. «Хороший удар по врагу спасет вас от сотен ударов ваших врагов», говорится в китайском отчете на фоне ухудшения отношений между двумя крупнейшими экономиками мира. «Мы должны подготовиться заранее, ментально и практически». Если США предпримут крайнюю меру по ограничению доступа некоторых китайских банков к расчетам в долларах США, Китаю следует рассмотреть вопрос о прекращении использования доллара США в качестве основной валюты. Как вы видите, цифровая экономика Китая готова к запуску в ответ на санкции США. Америке придется ответить цифровым долларам. И другие страны тоже, Япония, Филиппины и Камбоджа, поделились планами по запуску своих собственных цифровых валют. Мы мчимся ко всему этому на всех парусах, и Риппл готов предоставлять on-demand liquidity, обеспечивать функциональную совместимость. Мы увидим самое большое перераспределение богатства в истории человечества уже совсем скоро. И это может произойти в любой момент. А меня зовут Богатейший Ди, спасибо за просмотр и лайк. Подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями, комментируйте. И обязательно богатейте. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok